Станица Петровская крупнейшая в Славянском районе, и для того, чтобы обеспечить ее устойчивое развитие, нужно приложить немало сил. Она требует серьезного внимания и, конечно, получает его. Об этом говорят факты. На открытой сессии Совета депутатов поселения было рассказано обо всем, что здесь было сделано в 2020 году. В Петровском сельском поселении проживает 14 272 человека, более 7 тысяч трудоспособных. Здесь работают 30 сельхозпроизводителей разных форм собственности, жизнеобеспечивающие службы учреждения образования, здравоохранения и культуры. За год родилось 85 детей, построено 19 домов. Вся эта информация была озвучена в отчетном докладе главы Петровского сельского поселения Владимира Михайленко. Бюджет поселения выполнен на 100,5%. Это является, наверное, самым основным для того, чтобы делать достойные добрые дела. И все, что мы, в принципе, намечали, мы выполнили. Порядка 6,5 километров асфальта положили в этом году, сделали тротуары, значит, доступность к образовательным учреждениям. Это к 31-й школе, и к 9-й школе, и к 29-й школе. Соответственно, значит, что перевели три улицы, которые были на контроле у нас в гравийное исполнение. Ну и, соответственно, значит, хочется поблагодарить депутата Государственного индустрия Ивана Ивановича Демченко. Было выделено 5000 кубов шлака доменного бесплатно. Наши затраты лишь были по перевозке. И ряд улиц нам удалось, конечно же, из грунтового покрытия перевести в твердое покрытие. Вопросами поддержания порядка занимаются сотрудники учреждения Петровский центр, где работают 16 человек. В их распоряжении 5 тракторов. Благоустройство в центре внимания. Не забывают и о газификации. По газификации у нас был вопрос с бородой, наверное, лет 6-7. Это улица Мира. Значит, нам удалось закончить историю, отправить этот вопрос. Значит, люди довольны, благодарны. Всем домов газифицировано. Если говорить по водоснабжению, соответственно, то, конечно, была и башня заменена, и скважина пробурена, и ряд, и ряд, соответственно, значит, улиц, но отремонтирован капитальный ремонт, 450 метров коллектора поменяли аварийного. Значит, по благоустройству, конечно, было очень тоже много сделано. Это и озеленение, соответственно. Это и игровая площадка была установлена на территории завода Преословского по улице Гагарина. Открытие зала трудовой славы в местном музее стало значимым событием в культурной жизни поселения. Хорошо здесь работают и с обращениями граждан, подавляющее большинство которых находит свое положительное решение. Нам удалось войти в программу «Комфортная среда». Это вторая очередь, вот за нами, за Домом культуры, я его называю детским парком, где время свое проводят в основном молодежь, дети, значит, цена вопроса 22 миллиона, значит, определен подрядчик, проведены торги, и буквально, значит, с начала весны мы начинаем работы по благоустройству. Значит, вошли в три программы развития сельских территорий. Это водоотведение по улице 8 Марта, тротуар по улице Красноармейская, тротуар, соответственно, по улице Гагарина. Значит, капитальный ремонт дорог у нас там порядка 24 миллионов. В докладе были освещены все стороны жизни поселения, которое с каждым годом развивается и хорошеет. Поселение постоянно старается участвовать в краевых целевых программах, что дает серьезные дополнительные средства для благоустройства. Подытоживая все сказанное, Владимир Михайленко сердечно поблагодарил всех, кто участвовал в жизни поселения в прошлом году. В работе открытой сессии принял участие глава Славянского района Роман Синеговский. Он отметил, что для администрации поселения все вопросы, касающиеся жителей, актуальны, и что здесь все стороны жизни не упускаются из виду. Приятно, что много мероприятий всегда проводится в Петровске, что вы любите и патриотику, и много было сказано о том, что ремонтируются воинские мемориалы, то, что жители об этом говорят, приятно. Кладбище, Владимир Ильич, постоянно докладывают, я там вычистил, я там то сделал, я там то сделал. Это тоже святые вещи, мы обязаны за этим следить. И главное, что если не мы, то больше некому. Вот я уважаю всех коллег, которые работают в разных службах, но это наша работа, поэтому мы обязаны эту работу делать. Приятно, что музей действительно работает, и просто так он ниоткуда не появился. Это труд, что парковые зоны старайтесь развивать. Роман Синеговский доложил Петровчанам об основных итогах социально-экономического развития района за прошедший год. Во всех поселениях выполнены планы по формированию бюджетов, собранные средства, направленные на благоустройство и развитие социальной сферы поселка в станице Хуторов. В детсадах номер 41 поселка Совхозного, номер 1 и 17 Славянска-на-Кубани построены три новых корпуса для малышей на 140 дополнительных мест. Заработал новый спортивный зал в 4-м лицее. Открыты точки роста в ряде сельских школ. Благоустроены стадион, парки, открыты детские игровые площадки. Благодаря участию поселений в краевой программе выполнен большой объем по ремонту дорог. Освоено более 200 миллионов рублей. По всему району отремонтировано свыше 130 километров дорог в асфальтобетонном и гравийном исполнении. Большой шаг вперед сделан и в сфере здравоохранения. Также в отчетном году мы построили медицинские объекты. Современный офис вначале общей практики в поселке Целинном. Вот готовим мы его к открытию. Новое здание ФАПа 21 января работает в Куторе Троицка Майевского сельского поселения. Еще одно важное событие в здравоохранении района, я считаю, мы на сегодняшний день ремонтируем отделение хирургии. Значит, там у нас травма. И параллельно в реанимации идет оборудование новой операционной. Работа завершится в этом году. Благодаря помощи депутата Государственной Думы Ивана Ивановича Демченко в районной больнице подарены три машины для оказания неотложной медицинской помощи. Современная диагностическая и лечебная база способствуют повышению качества медицинского обслуживания жителей района. Обследования в Славянской ЦРБ проводятся бесплатно по назначению врача. Затем участники открытой сессии задали интересующие их вопросы. Прозвучал вопрос и о культурном досуге молодежи, который пока не так разнообразен, как в городе. Петровская. Раньше жили тут пять кинотеатров. Сейчас ни одного кинотеатра нет. Отремонтировать эти клубы, чтобы действительно было куда молодежи пройти. Надо думать тоже о будущем. Я попрошу как-то включить вашу заграну в эти клубы и кинотеатры. То, что касается клубов, да, нужно ремонтировать. Я с вами согласен, мы будем их потихонечку ремонтировать. Что касается кинотеатра, здесь надо подумать. Ну, два варианта. Вообще, по-хорошему, чтобы какой-то частник зашел все-таки, станица-то большая, да. Если бы кто-то, вот, кого-то заинтересовало бы частник, я не знаю. Здесь же тоже можно фильмы показать, в этом зале, правильно? Это первый вариант. Второй вариант может пойти по пути содержания своего какого-то кинотеатра. Депутатами совета и жителями работа главы администрации Петровского сельского поселения признана удовлетворительной. В целом, жители и депутаты довольны уровнем местного благоустройства и тем, как живет поселение. Мы встречаемся с народом, в глаза в глаза смотрим, все недостатки, все пожелания передаем в администрацию, и поэтому так работаем. Много хорошего сделано, стараемся, станица процветает. Значит, вот, например, по Степной сделали дорогу, люди очень довольны, приветствуют. Сделали дорогу, была грунтовая дорога, не проедешь. Сделали с твердым покрытием. Где-то улиц 8-9 за 10 лет газофицированы. На каждой улице не менее, ну, это уже улицы последние, как бы крайние такие, не менее 12, 15, 17 дворов, хотя километр газопровода. Станица постоянно развивается, несколько миллионов вкладывается в дороги, тротуары, парки, ну, и такие другие социальные объекты. Делалось все, и водоснабжение, и газификация, ремонтировались дороги. Культура, несмотря на то, что работала в режиме онлайн, тем не менее, участвовала везде, работа продолжалась. То есть, вот, замечательно, что вот такой итог, можно сказать, что итог очень хорошей работы. Результативная работа в 2020 году, работа администрации проведена, очень хорошая, очень большая. И очень приятно за нашу станицу. Гордость, конечно, берет, что живет станица, процветает. В Петровском сельском поселении есть большие планы по благоустройству на текущий год. Запланированы в том числе обустройство сквера, тротуара, работы по газификации, водоснабжению и ливнеотведению, которые будут притворяться в жизнь общими усилиями. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова